В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Ежегодная международная акция «Географический диктант» прошла на базе 9 школ нашего района. В ней приняли участие порядка 600 человек. Самое большое число участников было зарегистрировано в гимназии имени Муксинова. Проверить свои знания здесь собралось 240 участников. Это ученики школы и их родители, представители различных организаций и администрации нашего города и района. А в этом году диктант был разбит на две части. Каждый участник должен был ответить на 40 вопросов, где первые 10 менее сложные, а последующие требовали проявить всю эрудицию и логическое мышление. Проведение акции ставит перед собой главную цель – повысить интерес всех жителей географии нашей Родины. Он уже проводится в России в пятый раз. Создан диктант по инициативе президента Российской Федерации Путина и совместно с Русским географическим обществом. Диктант объединяет всех интересующихся географией, экологией, историей России и культурой России. Главная задача диктанта – это популяризация географии. Поэтому принять в ней участие может каждый, независимо от возраста, от образования. Диктант доступен абсолютно всем. Мы организовали 8 кабинетов. В каждом кабинете стоят модераторы. При входе в кабинет модератора раздают всем бланки ответов, где каждый участник должен заполнить анкету участника и ответить галочкой «Правильные ответы». Всего в диктанте 40 вопросов. Она состоит из первой части и из второй части. После написания мы бланки собираем обратно, отсканируем их и отправляем на сайт Русского географического общества. И 29 ноября 2019 года на сайте диктант РГО.ру все участники могут посмотреть свои результаты. Торжественная служба в честь празднования Иверской иконы Божьей Матери прошла в Иверско-Илиинском храме 26 октября. Этот день был особенным для всех православных жителей нашего города – престольный праздник Янаульского храма. В продолжение службы прихожане крестным ходом прошли вокруг храма, обращаясь к просьбой о покровительстве и заступничестве к Пресвятой Богородице, молясь о счастье и благополучии всех янаульцев. В завершении службы настоятель храма Николай Гречушкин рассказал о истории Иверской иконы, о важности ведения праведного образа жизни. Мы воспоминаем то событие, когда одна вдова, женщина, хранила эту чудотворную икону в тяжелое время для православия гонимую. И когда воины нашли эту икону, они хотели уничтожить. И когда один из воинов Капием задел икону, то из иконы потекла кровь. Что воины испугались сами уничтожать эту святыню, сказали женщине, чтобы она сама уничтожила эту икону. Эта женщина со слезами, молившись, опустила ее в море. И икона не лежа поплыла, а стоя. И прибыла она на Афон, в Грецию, где одному монаху явилось, что возьми мою икону и принеси в монастырь. Этот монах с благовением принес, но икона ушла на следующее утро, не нашли ее в храме, а ее увидели над вратами. Почему Иверской иконой Божией Матери называется вратарницей, который в молитвах, мы так и произносим, радуясь, облагая вратарницей, двери райские верные, получается, эту икону Матери Божией, мы называем вратарницей, которая открывает двери верным чадам Русской Православной Церкви, христианам. Вот и для нас великая радость, потому что мы сегодня совершили божественную литургию, совершили крестный ход с молебном, в благодарность, чтобы Матерь Божия и нам открыла двери райские для Царства Небесного. Для чего? Каждый человек и старается стремиться жизни, не достичь чего-то блага земные, а достичь блага небесные, чтобы все временно, мы знаем, что здесь жизнь временная, всем пойдем к Богу когда-то. И чтобы Матерь Божия, вот сегодня молитв, мы молились, чтобы открыла и нам двери райские. Из этого всех я на улице, я поздравляю с престольным вашим праздником, желаю здоровья, Божьей помощи на многое блага лета. Всемирный день борьбы с инсультом в календаре датирован 29 октября. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в списке летальных исходов. Для того, чтобы избежать серьезных последствий приступа, действовать необходимо быстро и оперативно. Если у человека парализуют одну половину лица, он не может поднять обе руки, речь становится невнятной и неразборчивой, это указывает на явные признаки приступа, и необходимо срочно вызвать скорую помощь. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, где происходит наклеение и изменение структуры нервных клеток. Он разделяет ишемистический инсульт, и геморрагический. Ишемистический – это инфаркт мозга, а геморрагический – это коррозиление головного мозга. Терапевтическое окно, эффект – это 4,5 часа. То есть, если мы увидели этого пациента, его расспросили, у него есть догадки, что у него инсульт, то надо незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь. Потому что эффект выздоровления входит в этот промежуток. В группу риска входят больные с повышенным давлением, те, кто употребляет алкоголь, курение, у кого повышенный холестерин, и те, кто занимается малоподвижным образом жизни. Реабилитация происходит в специальных медицинских центрах, допустим, Янольская больница отправляет больных в город Агидель, в агуляционный центр. Ну, там больные проходят тренажеры, тренировка с логопедом. За последнее время наблюдается рост тенденции инсульта. То есть, сейчас инсульт молодеет, то раньше, ну, по статистике наблюдалось, что болеют лица от 50 до 55, то есть старше 55. Но на данный момент появляется малое уже 20-40 лет. Здоровый образ жизни, заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек, и снижение употребления, ну, по баре на соли, допустим, прохождение диспансеризации, наблюдение участкового терапевта, невролога, а также вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек. Традиционный семейный выходной прошел в Центральной районной библиотеке 26 октября. А в этот раз он был посвящен в первую очередь представителям старшего поколения. Они узнали актуальную информацию о новых способах мошенничества. На сегодняшний день в нашем городе и районе много обманутых людей. Из-за этого в системе МВД наше дело проводит мероприятия против мошенников. Из-за этого идут по всем школам, по всем заведениям, по всем организациям профилактические беседы с населением и предприятиями, чтобы люди не остались обманутыми. Из-за этого доводим до каждого. Человека, чтобы они не были обманутыми, доводим, чтобы по СМСкам, по телефонам, банковской карте не попадались злоумышленникам, чтобы не переводили свои деньги, не передавали, не видев товара, переводили также деньги. И также говорим, чтобы не впускали посторонних, чтобы проверяли удостоверение личности. Также у нас основной процент, это у нас пожилые. Совет на телефонные звонки, чтобы, когда звонят, что действительно менеджер банка, лучше пусть сходят в банк, лично сходят, либо заявку оставят, вот даже водоканал, газовые службы. То есть сами идут, заявки оставляют, сами идут в банк, то есть сами присутствовали при переводе, то есть при банковских операциях. Рекомендации по способам сохранения здоровья дал врач-кардиолог Анатолий Потеряев. Зрители с интересом выслушали новую информацию. Продолжением встречи стал психологический тренинг на тему «Как поднять настроение», где психолог службы семьи Альбина Гаянова поделилась простыми и эффективными советами, полезными в повседневной жизни. На сегодняшний день делают акцент на развитии активного здорового долголетия пожилым граждан. Популяризируется физическая культура, прогулки, занятия спортом и так далее. Далее нас ждет также мастер-класс на тему «Как ухаживать за лицом в зрелом возрасте». Также будет обзор периодики, журналов, в которых граждане могут найти полезные информации о ведении здорового образа жизни. Сегодня к нам пришли женщины, которые участвуют в проекте «Старости нет», который проводит Совет женщин нашего района. Поэтому участие принимают активно и получают полезную информацию. Этот семейный выходной мы проводим для граждан пожилого возраста. Это наш первый опыт. До этого мы работали с семьями. Сегодня решили уделить этот субботний день для нашего старшего поколения. Более 70% школ в России преподают финансовую грамотность для учеников. Об этом говорят данные мониторинга, проведенного Министерством просвещения совместно с Центробанком. Башкортостан считается одним из самых активных регионов в этом направлении. В Янаульской гимназии имени Муксинова с 2013 года работает инновационная площадка по финансовой грамотности. В рамках этой программы в школе проходят факультативы, на которых гимназисты изучают основы экономики, защиты от мошенничества, планирования расходов и доходов как семьи, так и личных финансов. В этом году трое учащихся гимназии стали призерами 4-й Всероссийской научно-практической конференции «От финансовой грамотности к финансовому благополучию. Опыт проблемы вызовы», который проходил в городе Уфе. Ученик 6-го класса Амир Глимов выступил с темой «Наличные-безналичные». Помогли в подготовке выступления учительница Гузеля Сабирова и мама-работник банка. Есть пару видов интернет-мошенничества. Скимминг – это вид мошенничества, когда на гнездо банка крепится специальный считывающий аппарат, который считывает информацию о карте, после чего с этой картой можно будет воспользоваться средствами. Чтобы обезопасить себя от этого вида мошенничества, нужно проверять гнездо банка, так как оно закреплено не так сильно, как кажется. Достаточно просто при малейшем усилии выдернуть ее и обратиться в банку. И, может быть, мошенника найдут. А фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение пин-кода, после чего с помощью этим пин-кодом можно завладеть средствами. Чтобы обезопасить себя от этого вида, не нужно давать информацию о карте различным людям. Например, вам обращаются от имени банка и говорят, нам нужен ваш пин-код, CVV и CVC-код. После чего ты им отдаешь и смотришь, а все средства с карты сосчитываются. Все это проходило в виде батла. К нам приходили различные банкиры из различных сетей банков и задавали нам вопросы. После чего мы отвечали на них. И тех, у кого был хороший, правильный ответ, выбирали в качестве призера. Районный конкурс литературно-театральных постановок, посвященный Году театра в России и столетию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима, прошел в средней школе номер 4 26 октября. В нем участвовали 9 театральных коллективов и 7 школ нашего района. На суд жюри они представили инсценировки из отрывков произведений Мустая Карима. Каждое выступление оценивалось по различным критериям. Это и соответствие возрасту выбранного произведения, и музыкальное сопровождение, и декорации, артистичность и выразительность исполнения. Каждый из школьников постарался выступить как можно более ярко, отразив многоликость и многогранность как театрального мира, так и произведений народного автора. Конкурс проходит в целях развития духовно-нравственных, патриотических, эстетических чувств, повышения культурного уровня, повышения актерского мастерства, так и детей и зрителей. На нашем конкурсе участвуют обучающиеся с 3 по 11 класса из сельских и городских школ. Изначально у нас была задумка не хватает в районе литературно-творческих постановок. Это совпало с юбилеем Мустая Карима. Мы решили вот этот конкурс провести среди обучающихся. Я думаю, детям очень понравилось. Во-первых, они вплотную изучают произведения Мустая Карима. При подготовке они выбирают произведения кому-то по душе, какие постановки легче ставятся. Все равно изучение плотной идет. Как себя надо вести на сцене, как подойти к роли. Это, конечно, воспитание мастерства. Коллективы, учащиеся, конечно, все будут получать грамоты. Грамоты за первое место, второе, третье место. И, конечно, и за участие мы дадим, потому что они все готовились, все волнуются. Никто отсюда без грамот не уедет. Спартакиада боевых искусств. Непобедимая держава прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 27 октября. 190 юных спортсменов из Янаула и Нефтекамска продемонстрировали в этот день свои достижения. А особой изюминкой соревнования стал поединок между представителями двух видов спорта – карате и тхэквондо. Первыми в поединках участвовали самые юные спортсмены. Постигать основы этих единоборств они начали не так давно, но уже старались правильно выполнить каждое разученное движение, провести бой таким образом, чтобы добиться победы. По правилам, первый этап для начинающих спортсменов-каратистов – бой мягкими палками, когда нужно с их помощью нанести первым удар. Турнир проводится в честь дня карате, который официально признан в Японии на острове Акинала. Получается, мы делаем как репетицию перед чемпионатом России, который состоится в декабре месяце, поединок мягкими палками. Кто занимается первый год, второй год и старше, уже по правилам и рекуем все адаптировано для детей. Поединки уже с ограниченным контактом. Год только начинается, получается, мы только разгоняемся. Недавно был у нас тоже турнир, очень такой серьезный, чемпионат республики Башкортостан по сестеревым карате, где мы очень тоже удачно выступили. Но мы, как я повторяю, сготовимся уже к чемпионату России. Мне 11 лет. Я начал ходить на карате с 5 лет. И получается, я уже хожу 6 лет на карате. Меня записал на карате папа. Папа, он сказал, это будет тебе на пользу, типа, самооборона, и будешь защищать братика. И я спросился, ну, и начал ходить. Мне очень понравилось. Я ездил на соревнования уже не один раз. Мне больше всего нравится на карате это совместные тренировки и соревнования. Я ставлю перед собой цель это дойти до черного пояса и занять по всем первые места. Поединок тэквондистов представлял два вида. Стоп-поинт. Спортсмен должен нанести удар первым, не пропустив при этом движение соперника или обычный поединок, когда требуется нанести как можно больше ударов, заработав большее количество очков. Для среднячков есть программа поинт-стоп. Нужно нанести первым удар ногой или рукой первым и самому не пропустить и не упасть. Для более подготовленных занимается год и более другая программа. Это уже контактный поединок по два раунда на максимальное количество ударов. Кто набирает максимальное количество очков, победит, получает медаль, подарок, диплом. Первый, второй и третий места нагружают соответственно. По возрастным категориям, пишет возрастная категория, сколько лет, 5-6 лет, например, и категория поинт-стоп или просто спарик. Я очень люблю заниматься. У меня есть всегда первые и третьи места или вторые. Я один раз здесь получила первый кубок. Я хочу, чтобы я победила. И поехала в Москву и заняла первое место. Особо зрелищным стал гран-прибой чемпионов карате и тхэквондо. Оба спортсмена уже длительное время занимаются единоборствами и за плечами имеют множество побед и наград. И в этот раз каждый из них старался полностью выложиться, использовать все достоинства своего вида спорта. Победу в непростом поединке одержал тхэквондист Ридаль Карпунин. Такой, в принципе, идеи, чтобы прийти, заниматься не было в родительстве. Узнали, что есть секция. А ребенок буйный был в детстве, достаточно буйный. Решили отдать. Так и продолжилось это все. Занимаюсь до сих пор. С трех лет начал. Сейчас с двенадцатой идет. За эти одиннадцать лет моя самая главная такая миссия, которую я успешно выполнил, это вот черный пояс первый дан. Эти единоборства мне дают как вольность, вольность, где я могу раскрепощаться, на том же самом Даянге выступать. Это такое наслаждение для бойца, прям ни с чем не могу сравнить. Как мне уже и сказали тренера, работая на дистанции, не подпуская ближний бой, это все забывается во время боя. Не смог сдержать в голове, все равно лез. И это мне в какой-то момент дало победить, когда с коленом его попал, когда он упал в нокаут. Вот это как раз и помогло ближний бой. Организаторами спорта-киады выступили спортивная федерация Тхэквондо города Инаула и района и спортивный клуб Окинавы Кадзюрю карате. По словам организаторов, с каждым годом мастерство участников растет. Все больше ребят выбирают для себя эти виды спорта. И независимо от результатов этого дня, каждый из них вынес для себя новый опыт, переходя на новую ступеньку в достижении мастерства. Насколько полезна рыба? Не секрет, очень полезна. Впервые в нашем городе ярмарка продажа камчатской рыбы. Ярмарка начинает свою работу на рыночной площади с 28 октября и продлится до 3 ноября, где каждый покупатель сможет найти рыбу по своему вкусу. Редактор субтитров А.Семкин